Да, приветствую, друзья! Ну, просто вынужден вам сказать, кто новичок, пожалуйста, целебный ролик смотрите на канале. Там конкретно, конкретно. Всё даётся для того, чтобы снимать лишнее напряжение и выходить из состояния стресса. Естественным образом, на состояние спокойствия, лёгкости. И смотрите, пожалуйста, ещё бесплатные ликбезы. Там много людей выходят, обмениваются опытом, и там сразу видно на глазах, у кого какое состояние было. Там страх, напряжение. И потом, какое стало, тут же на глазах видно. Посмотрите, пожалуйста, этих бесплатных ликбезов много. Последние посмотрите. Кнопку нажмите, пожалуйста. И на канал подпишитесь на YouTube, чтобы вам всё время новое приходило. А сейчас я хочу сказать. Вот видите, как бы сказка. Вот это такая любовь у них. Это гномик такой, вот, а она такая взрослая дама. А вы знаете что? Между ними вечность, видите, звёздное небо. Я хочу сказать, что многие люди, они своё детство не доиграли. Не доиграли. И у них остался некий романтизм, идеализация. У них осталось ощущение, что всё возможно. Особенно сейчас интернет под любую идею может предъявить миллион доказательств. Но вы всегда найдёте подтверждение. Например, что люди ходят без голов, или людей вообще на свете нету, а есть только там другой цивилизации звёздной. Вы можете найти идеи, что Земля внутри пустая. Вы можете найти идеи, что, например, люди, роботы, роботы, вы можете найти идеи, что на самом деле, ой, Господи, вот кто с головой не дружит, тот не знает об этом. Я призываю вас, пожалуйста, задумывайтесь, пожалуйста, сравнивайте, пожалуйста, сопоставляйте. Это помогает дружить со своей головой. Я немножко юморист, поэтому не обижайтесь. Юмор всё-таки, он говорит о критичности ума. Вот ещё раз повторяю. Дружите со своей головой, а не только с чужой. И вот мне много пишут комментов, например, о религии, например, о каких-то бесах, джиннах. Спрашивают, это что? Верить в это или не верить? Я хочу сказать, знаете, вот у нас 70 лет, я жил в эту эпоху социализма. У нас большинство подавляющих людей, они не представляли себе Бога, они не представляли. Для них были законы природы, они были все атеистами. Но церковь существовала всегда, потому что, ну как иначе, потому что у людей разное мироощущение. И история наша такая, что церковь, она давно была, и социализм принял своё время, и это наследие. А потом опять поменялась ситуация, парадигма культуры поменялась, и опять стали все верующие. И сейчас получилось так, что если ты в церковь не ходишь, значит ты неприличный человек. Потому что перепутана нравственность и религиозность. Это немножко разные вещи, я хочу об этом сказать. В Советском Союзе это нравственность, это были этика, этика была. Моральные качества человека были. Я сейчас, Боже, по сей день, ни к чему не прозываю, ничего не критикую. Я просто пытаюсь сказать, что в Советском Союзе меньше было людей верующих. И нормально жили, да. И были порядочные люди. Я просто это вам хочу сказать, понимаете. Потому что, когда меняется среда, парадигма, пропаганда, культура, стандарты, тренды, востребованности. Ну вот на моем веку это так было. Я лично видел, как со сменой эпохи, когда социализм переходил, ну когда вот СССР переходил в Россию, менялась власть, когда менялись вот эти вот представления. На моих глазах некоторые мои друзья превращались из активных атеистов в активных проповедников религиозных. Да, у меня был друг полковника. Для него икона мироточила в день его рождения. Да, я ему говорил, слушай, ну ты же там на кафедре работаешь. Он, кстати говоря, на кафедре марксизма-ленинизма работал. Да, и вот он так вошел в это. А потом оказалось, что он очень гипнабельный человек. Ну что делать? У нас среди нас много разных людей. Я сам гипнабельный. Я сам гипнабельный. Я в первой книжке в 90-м году, включ себе, писал, что мы с мамой пошли на эстраду гипнотизера смотреть. Я думал, что я все про гипноз знаю, потому что я с 9-го, 10-го класса читал все про психологию, гипноз. Мне казалось, что я знаю, я буду сейчас маме все рассказывать, объяснять. Тут выходит человек с микрофоном, жестким взглядом окинул в зал и сказал, добрый вечер. И я раз и поплыл. Поплыл, и я почувствовал такое торможение. Такое вот теряю просто понимание вещей и комфорт необыкновенный. Поплыл вот так вот. А потом вдруг раз и выплыл, потому что он сказал следующую фразу. У нас в гостях известный гипнотизер. Оказывается, я попал под конференция. И этот момент, этот опыт жизни, когда я непроизвольно вошел в гипноз и вышел, потому что его следующие слова меня отрезвили, я тогда обучился понимать, как много людей могут входить в трансовое состояние, даже не подозревая об этом. А я хочу как раз таки дать вам советы, научить, как контролировать себя, как не входить в то или иное трансовое состояние, когда вы теряете критику и ориентированность, чтобы вы могли сохранять здравый смысл. Об этом речь идет. Потому что сейчас в силу вот этой неопределенности завтрашнего дня и потери четких ориентиров у многих людей манипуляция происходит другими людьми, которые пытаются их использовать только потому, что они сейчас находятся не в курсе, как устроен мир. Они не знают, что цепляться, у них состояние неопределенности. И что им скажут, они в это и верят. Я знаю много каналов в интернете, которые невероятные глупости внушают людям, лишь бы увеличить свой рейтинг. А наша школа «Человек будущего» – хомофутурис, как раз таки для того, чтобы люди были ясномыслящие, чтобы думали своей головой. Поэтому я еще раз повторю. Во-первых, в интернете можно найти подтверждение любой бредовой идеи. С документами, с картинками, с историями. Да-да-да, ну, любой. Такова природа интернета. И второе я хочу сказать. Еще раз повторить. Беда в том, что кто не дружит со своей головой, он не знает об этом. Он будет уверенно вам говорить такие вещи, от которых просто иногда вот, ну, в детстве не доигрались, наверное. В детстве не доигрались. И те же самые внушаемые люди так себя ведут. Я еще раз повторяю все в заключении. Я сам внушаемый человек. Я вам привел пример, как я вошел в транс глубокий. И как вышел. Но через это я понял механизм. И поэтому хочу вам сказать. Именно потому, что я механизм понял, я о нем могу говорить, и говорить с точки зрения науки, только сопоставляя информацию, наблюдая за разными источниками, мы можем сохранить баланс. Здоровый смысл. Да. И научаясь снимать стресс по методу ключ. Почему по методу ключ, когда есть и другие методы? Пожалуйста, делайте так, как вам нравится. Подбирайте тот метод, который вам нравится. И помните, когда человек снимает стресс, у него открывается состояние глубинного душевного покоя, и тогда он начинает здраво мыслить. А если он хочет решить какой-то вопрос, он может изобретать. Потому что в этом состоянии уже, когда нет стресса, человек творец. По своей природе он творец. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...